В конкурсе участвуют победители региональных этапов. Всего 32 человека со всей страны. Краснодарский край в этом году представляет учитель станичной школы. Вера Чернодуб из Славинского района впервые получила возможность сразиться с сильнейшими психологами, став победителем краевого конкурса. Секрет успеха – он прост. Заниматься тем, что нравится твоей душе, заниматься этим, давая себя этому делу, свою энергию. На краевом конкурсе я представляла работу с волшебными красками в Зинкевиче-Стигнеевой. Здесь я придерживалась той же линии арт-терапии, однако выбрала уже музыкальное направление. Это будет элемент музыкотерапии в тренинге. Но перед тем, как представить элементы занятий, участники сперва должны были показать членам жюри себя. Поэтому первым этапом конкурса стала визитка, где психологи должны были за пять минут рассказать о своем подходе, методе преподавания и месте, где они работают и предоставляют помощь детям и взрослым. Среди конкурсантов в основном женщины и лишь несколько мужчин. Ну, мужчинам, наверное, негоже противостоять дамам, поэтому я буду, наверное, с ними не соревноваться, а просто делиться и получать от них, да, то есть получать от них их красоту, их энергетику, радость. Ну, а делиться то, что у меня есть, может быть, каким-то позитивом, ну, каким-то настроем положительным. Перед членами жюри все кандидаты равны, и главным критерием отбора сильнейшей десятки психологов, которые в дальнейшем поборются за звание лучшего в России, является правильный подход к своей работе психолога, вызывающий доверие. Вот то, что он может сделать в детском саду, в школе, какие он условия может обеспечить для того, чтобы ребенок был успешен, вот, пожалуй, это самое главное для того, чтобы психолог вошел в десятку. И вот это он и должен показать. При этом, какие он технологии применяет, какие психотехники, это не столь важно. Важно, чтобы было вот это вот, понимаете, внутреннее доверие к этому человеку, к этому специалисту. В рамках форума также проводится и конкурс профессиональных программ, которые впоследствии будут рекомендованы в качестве развивающих для системы образования. Кроме того, специалисты и управленцы в области психологии образования примут участие в научно-практической конференции и семинаре, где обсудят приоритетные направления работы со школьниками и актуальные вопросы по развитию универсальных учебных программ. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.